Минобороны сегодня приоткрыло завесу тайны над грозным российским оружием, новейшим, не имеющим аналогов в мире, тот самым, о котором в послании Федеральному Собранию впервые рассказал президент. Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стратегический комплекс «Авангард», подводный аппарат с ядерной установкой «Посейдон» и это далеко не всё. Что-то на финальной стадии испытания, что-то уже в войсках. Уникальные кадры в репортаже Григория Ямленова. Когда 1 марта Владимир Путин представил Федеральному Собранию принципиально новое российское оружие, призванное укрепить военную безопасность нашей страны, многие скептики говорили «фантастика». Но прошло несколько месяцев, и объявленные тогда программы идут в точном соответствии с графикой. Вот, например, ракетный комплекс «Сармад» с тяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой. Сформирован целый комплекс предприятий, приступивших к выпуску агрегатов и систем. Завершены так называемые «бросковые испытания». Это когда отрабатывается вся предстартовая подготовка и выстреливание из шахты. То есть сам пуск ракеты, а не полёт. Дело в том, что баллистические ракеты на взлёте особо уязвимы для перехвата. Соответственно, чем быстрее они выходят из шахты, тем лучше. И «Сармат» на момент начала службы не будет иметь аналогов в мире. Было выполнено более 50 задач, что позволило нам на практике оценить правильность технических и конструктивных решений как в отношении межконтинентальной баллистической ракеты, так и систем агрегатов пусковой установки, а также всего боевого стартового комплекса в целом. Бросковые испытания позади, можно переходить к лётным. А вот для принципиально нового гиперзвукового комплекса «Авангард» актуален уже этап серийного производства. Это то самое оружие, которое, по выражению президента, идёт к цели как метеорит. Боевой блок разгоняется до скорости в 20 раз превышающей скорость звука, раскаляясь до 2000 градусов. При этом управляется и может гарантированно проходить районы, прикрытые зонтиком «Про». Вот эти системы, что называется, в поле. Их разворачивают в Оренбургской области, где всё готовится для приёма нового оружия. По результационному районе Домбаровского соединения ракетно-инфраструктурного назначения выполняется моё предприятие по подготовке объектов инфраструктуры для эксплуатации ракетного комплекса «Авангард». И проводится проверка его боевых и эксплуатационных характеристик, что обеспечит своевременное принятие комплекса на вооружении. Уникальные кадры. В производственных и испытательных цехах крылатая ракета с малогабаритной ядерной энергетической установкой и неограниченной по земным меркам дальностью. Буревестник, разрабатывавшийся с начала века и успешно испытанный в конце прошлого года. Мы, конечно, помним и о подводном аппарате, тоже с ядерной энергоустановкой. Оружие с говорящим именем «Посейдон». Морской бог гроза корабельных группировок. Стремительный и незаметный. Это тоже уже реальность. Его полным ходом тестируют в реальных условиях на полигонах Министерства обороны. Ну а авиационные комплексы «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами мы и на параде 9 мая видели и знаем, что оснащенные ими самолеты с прошлого года летают в Южном военном округе. С апреля МИГи с «Кинжалами» дежурят на декватории Каспийского моря. За последнее время выполнено более 350 вылетов. Из них 70 летчики выполняли с дозаправкой самолетов топливом в воздухе. В взаимодействии с экипажами дальней авиации в первой декаде июля проведено летно-тактическое учение с отработкой практических навыков уничтожения наземных и морских целей. «Кинжалы» стали неожиданностью для многих зарубежных аналитиков. Еще бы! Авиационная ракета, летящая со скоростью в 10 раз больше звуковой, за пределами возможностей ПВО и ПРО. Полет до цели – считанные минуты. А с учетом еще и авангардов, гиперзвук стал визитной карточкой новой системы российских вооружений. А еще лазер. Боевой комплекс «Пересвет» из всего заявленного президентом 1 марта до сих пор самая большая загадка и интрига. Комплекс уже давно развернут в местах дислокации, а мир все еще гадает, что же он делает. Хотя это, конечно же, давно не секрет для тех, кто сам служит на «Пересветах». Личный состав, эксплуатирующий лазерные комплексы «Пересвет», прошел переподготовку в Военно-космическом академии имени Можайского, получил теоретические знания. Практические действия личным составом отрабатываются непосредственно на боевой технике. То есть новое оружие или уже в войсках, или запущено в серию, или на финальной стадии испытаний – достойный ответ скептикам. Новые стратегические системы призваны защитить нашу страну. Ведь известно, если держишь лидерство в оборонных технологиях, это уже весомая гарантия того, что применять оружие не придется. Григорий Емельянов, Евгений Леонов, Первый канал.